МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Время Евразии» и мы расскажем вам о главных событиях региона. К новостям мирового рынка нефти от рекордного ценового ралли, возникшего к концу прошлой недели, не осталось и следа. Котировки вновь пошли к снижению. На настроение трейдеров повлиял отказ Саудовской Аравии сократить добычу, а также завершение снежной бури в США. Китайские аналитики не исключают, что рынок может опять перейти к росту, но причин для заметного подорожания нефти не видят. Поводов для оптимизма на рынке нефти остается все меньше. В пятницу котировки взлетели на 10%, продемонстрировав одно из самых масштабных ралли в истории. Покупки фьючерсов спровоцировала мощная снежная буря в США, подстегнувшая спрос на топливо. Непогода осталась в прошлом, а новых стимулов так и не появилось. С начала года нефть подешевела больше, чем на 25%, прежде всего из-за снятия западных санкций с Ирана. Исламская республика тут же начала отвоевывать себе место под солнцем, предлагая европейским покупателям черного золота весьма щедрые скидки. Китайские эксперты полагают, что, несмотря на кратковременные всплески активности, мировой рынок нефти останется под серьезным давлением. Цены на сурую нефть зависят от трех главных факторов – спроса, предложения и стоимости доллара. С предложением все непросто. Иран и Саудовская Аравия объявили об увеличении объема добычи. В то же время спрос остается довольно слабым. В немалой степени это связано с замедлением роста Китая. Все это происходит на фоне укрепления американской валюты, ведь Федрезерв США начал цикл ужесточения монетарной политики. С учетом этих обстоятельств мы прогнозируем, что цены на нефть в этом году останутся низкими. Цауи не уверен. Весь 2016 год котировки нефти проведут в диапазоне от 25 до 40 долларов за баррель. Ближневосточные страны пытаются компенсировать снижение цен увеличением объемов производства, но последовать их примеру могут далеко не все. Третья крупнейшая нефтяная компания Китая – корпорация CNOOC – планирует сократить добычу нефти и газа на 10-25 миллионов баррелей к концу года. В 1999-го первая тройка нефтедобывающих гигантов КНР непрерывно увеличивала производство, поэтому новость для рынка стала довольно неожиданной. CNOOC специализируется на морской добыче нефти и природного газа. Себестоимость барреля с шельфа выше, чем с наземных буровых платформ. К тому же два года назад компания купила канадскую Nexon, заплатив за нее больше, чем 10 миллиардов долларов. Сразу после этого цены на нефть начали быстро падать, причем перспектив их восстановления в краткой и среднесрочной перспективе мы не видим. Nexon за последнее время оказалась в эпицентре нескольких скандалов, связанных с производственными авариями и утечками сырья. В итоге китайской госкорпорации пришлось сократить добычу, чтобы сэкономить деньги. В то же время два других нефтегиганта Китая, корпорации Sinopec и PetroChina, сокращать темпы добычи пока не планируют. Себестоимость производства у них ниже, да и правительство обещает поддержать их льготами и преференциями. В Пекине считают, что снижение добычи не отвечает государственным интересам, поскольку увеличивает зависимость КНР от зарубежных поставок сырья. Ван Ин, СиСи ТВ В Китае обнародовали сводную статистику по финансовым показателям госкорпораций за прошлый год. Их суммарная прибыль снизилась почти на 7% и составила 350 миллиардов долларов. При этом размер налоговых поступлений от государственных предприятий вырос на 3% пункта, до 585 миллиардов в долларовом эквиваленте. Лучше всего в прошлом году сработали компании из транспортной, химической и машиностроительной отраслей. Они показали наибольший рост прибыли. В то же время ее заметное снижение пережили нефтяники и производители стройматериалов. Сталилитейные отрасли и цветная металлургия закончили 2015 с убытками. Напомню, что в Китае продолжаются реформы госкорпорации. До недавнего времени они всецело контролировали ключевые отрасли промышленности и стимулировали развитие национальной экономики. Однако сейчас, когда страна от скорости переориентировалась на стабильность роста, в Пекине решили распределить зону ответственности между госсектором и частным бизнесом. Страховой бизнес в Китае развивается быстрее, чем экономика страны в целом. Доходы отрасли с 2010 года выросли в среднем на 13%. В 2015 году составили почти 2,5 трлн юаней. Тем самым, китайский страховой рынок стал третьим по величине в мире. Самым популярным в КНР является медицинское и имущественное страхование. А в дальнейшем китайские власти планируют развить автострахование и другие направления. По мнению экспертов, у этого рынка огромный потенциал, учитывая масштабы населения страны. Страховые взносы на душу населения в Китае составляют 235 долларов США. В общей сложности это 3% от общей экономики страны. По сравнению со среднемировым уровнем, который составляет 662 доллара на душу населения и 6,2% от общей экономики, мы сильно отстаем. Транспортный бум в преддверии праздника весны ожидается по всему Китаю с воскресенья. По предварительным подсчетам, в этом году в период новогодних каникул будет совершено около 3 миллиардов поездок. Для тех, кто не успеет приобрести билеты на общественный транспорт, появился альтернативный вариант передвижения при помощи онлайн-сервиса частного извоза. Подробности в материале далее. У жителя Шанхая Джангьюи традиция во время праздника весны посещать близлежащие города. В этом году планируют путешествовать с попутчиками. Благо, новое онлайн-приложение помогает в поиске единомышленников. Было бы прекрасно найти попутчиков, подбросить их до места назначения и заработать немного денег, чтобы окупить расходы на топливо. На колоссальную прибыль я не рассчитываю. Если получится покрыть 80% затрат на бензин, буду очень счастлив. Ди Ди Чу Син на сегодня самое популярное в Китае приложение по вызову такси. Сервис дает возможность размещать заявки и планировать поездки за 30 дней. Платформа позволяет водителям и пассажирам выбирать друг друга. Поездка на короткие расстояния, например, из Шанхая в Суджоу, обойдется дороже, чем билет на поезд. Зато более значительный маршрут, скажем, Шанхай-Пекин, по карману не ударит. В недавнем прошлом люди традиционно покупали билеты на поезд, самолет или автобус. Но что делать, если все они распроданы? В этом году мы предлагаем пассажирам новое решение. Мы уверены, что с воскресенья, когда начнется транспортный бум, все больше и больше людей обратятся к нашему приложению. Уже сейчас большинство заказов поступают из Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и других крупных городов второго эшелона. Но насколько пассажиры реально готовы платить за новую услугу? Я постараюсь успеть купить билет до начала ажиотажа, а если их не останется, попробую Диди. Мне кажется, не очень комфортно делить машину с незнакомым человеком. Если встает вопрос о безопасности или есть аргументы против, это плохо. Между тем, Министерство коммуникации КНР поддерживает идею онлайн-взаимодействия пассажиров и водителей в период праздника весны. Тем более, что для обеих сторон услуги сервиса «Дидиджусин» абсолютно бесплатны. Виктория Слепцова, СиСиТВ Половина китайских городов страдает от наводнений в летний сезон дождей. Шанхай в их числе. Специалисты называют главной причиной регулярных затоплений отсутствия естественного дренажа. Помощь в решении проблемы сможет оказать масштабная госпрограмма по превращению городов в гигантские губки для сбора, хранения и очистки дождевой воды. С подробностями мои коллеги. Вместо 100 тысяч квадратных метров асфальтного покрытия специальный водопроницаемый материал. С его помощью шанхайские специалисты предлагают собирать дождевую воду на автодорога города, предотвращая их затопление. Проблема для мегаполиса актуальная. В июне прошлого года из-за ливни затопленными оказывались сразу несколько траж Шанхая. Не допускать этого впредь – одна из задач новой госпрограммы по превращению китайских городов в гигантские губки для сбора, хранения и повторного использования дождевой воды. Эксперты отмечают, с наибольшими трудностями сопряжена именно очистка воды. Загрязнение воздуха в Шанхае, к примеру, требует дополнительных мер по очистке дождевой воды от вредных веществ из атмосферы. Среди прочего, проект предполагает сбор дождевой воды с кровель зданий. По мнению экспертов, риски загрязнения и в этом случае высоки, и они требуют особого внимания. Строительные материалы – серьезный загрязняющий фактор. При контакте воды с облицовкой зданий в нее попадают вредные химические вещества, что существенно ограничивает сферу ее будущего использования даже после очистки. В этой связи среди первоочередных задач создание современной системы канализации и очистки дождевой воды. В ближайшие три года только на инфраструктурную часть проекта в 16 пилотных городах потратят от 400 до 600 миллионов юаней. В случае успеха и инициативы уже к 2020 году гигантские городогубки будут собирать 70% всей дождевой воды Китая, а 2030-му – 80%. Первый Диснейленд в материковой части Китая готовится к открытию. Уже объявлена дата начала работы парка – это 16 июня. А цены на билеты и более подробную информацию о развлечениях готовятся обнародовать в самое ближайшее время. О том, как идет строительство парка и как его появление повлияет на экономику Шанхая, разбирались мои коллеги. На площади в 24 тысячи квадратных метров кипит работа. Сейчас в парке развлечений уже заняты 2000 человек, а в планах набор еще 8 тысяч. Когда Диснейленд откроется, в нем будет родоустроено более 10 тысяч человек. А что касается цен на билеты, то мы планируем обнародовать их до праздника весны. Думаю, что наши партнеры, компания Уолл Дисней, они проанализируют мировую практику и тщательно изучат ситуацию на китайском рынке. После этого мы будем готовы сообщить, какие виды билетов будут и где, и как их можно будет приобрести. Шанхайский Диснейленд станет шестым на планете. Как показывает мировая практика, прибыль от продажи билетов составляет всего 30%. Остальные 70 – это другие траты в самом парке и рядом с ним. Аналитики уверены, что доходы ресторанов, кафе и гостиниц достигнут 25 миллиардов юаней в год. Впрочем, окупятся инвестиции, по их мнению, лишь через 5 лет. Ведь на строительство только первой очереди парка потрачено 34 миллиарда юаней. Конечно, мы ждем появления новых точек роста. Для Шанхая, для района Пудун это будет хороший опыт. Сейчас активно развивается инфраструктура рядом с парком. Добираться до него будет действительно удобно. Всего около 20 километров от центра города, финансового центра и аэропорта. На территории Диснейленда планируют открыть две гостиницы и еще один пятизвездочный отель в трех километрах от него. Влияет появление парка и на сектор недвижимости. Квартиры в этом районе всего за шесть лет после того, как было объявлено о строительстве Диснейленда, подорожали почти в шесть раз. До 20-30 тысяч юаней за квадратный метр. Но основную надежду власти города все же возлагают на приток туристов. Ожидается, что сразу после открытия парка турпоток в Шанхае и близлежащие города увеличится на 3-5 миллионов человек. Юлия Куц, СИСИ ТВ Строительство экспо-городка в Астане выполнено на 90%. Уже через несколько месяцев в столицу Казахстана начнут прибывать представители стран-участницы международной выставки. Они приступят к оформлению своих павильонов. Чтобы успеть закончить работы к их приезду, строители сейчас трудятся в три смены. На площадке занято более 7 тысяч человек. Кроме того, на экспо сейчас работают десятки предприятий по всей стране. Они снабжают объект сырьем. Напомним, Казахстан принимает всемирную выставку летом 2017 года. 64 страны уже официально подтвердили свое участие. С наступлением весны планируется продолжить работы с увеличением количества людей. Это по инженерным системам, по монтажу витражей и по благоустройству. То есть мы планируем увеличить до 10-12 тысяч рабочих. Более 400 миллионов рублей выделили в Бурятии на ремонт многоквартирных домов. Иркутским студентам рассказали об особенностях работы полиции. А в Чите открылась уникальная фотовыставка. Подробнее об этих событиях в нашем традиционном обзоре. Более 400 миллионов рублей будет выделено на капитальный ремонт многоквартирных домов в Бурятии. В программу на 2016 год вошли 168 многоэтажек по всей республике. Выбор сделан исходя из трех критериев. Возраст дома, дата проведения последнего капитального ремонта и количество собранных средств на счету многоэтажки. Напомним, в России, начиная с 2014 года, жители должны делать взносы на ремонт своего дома. На данный момент тариф составляет около 3,5 рублей с квадратного метра. Но даже если собственных средств на капремонт не хватает, это не означает, что про объект забудут. Просто такой дом сдвинут в очереди на более поздний срок. Иркутские студенты познакомились с работой полиции. Более 200 учащихся посетили криминалистическую лабораторию. Там молодым людям рассказали, как берут и исследуют отпечатки пальцев, что такое криминалистический чемодан, как по маркировке узнать историю боеприпаса и другие моменты, которые помогают в раскрытии преступлений. Аналогичные акции для студентов юрфаков сейчас проходят по всей России. Цель – наглядно показать молодежи, как работают внутренние органы. Стоит отметить, что после экскурсии многие учащиеся решили сменить специализацию с гражданской на уголовно-правовую. В Чите открылась уникальная фотовыставка. На ней представлены результаты сразу нескольких экспедиций российских альпинистов в Тибет и Гималайи. На фотопленке запечатлена не только красота местных пейзажей, но и бытовые зарисовки, рассказывающие о жизни людей, культуре и религии. Чтобы снять редкие кадры, авторам несколько месяцев пришлось добиваться разрешения от местных властей. Центральное место в экспозиции занимает триптик с горой Верест или Джималунгма. Снимок – 3 метра высотой и 9 метров шириной. Результат – месячного восхождения. Приморские грибцы теперь смогут тренироваться в любое время года. Специально для них смастерили сани в виде огнедышащего дракона. Оседлав огромную ледянку, спортсмены смогут скользить по льду так же легко, как по водной глади. Мои коллеги побывали на тренировке. Идеи ледяного дракона приморские грибцы подсмотрели в интернете у коллег из КНР. Поставив лодку на полозье, жители Китая катаются по замерзшему каналу. Владивостокцы решили построить свой огнедышащий болид с нуля. На помощь пришла местная мебельная фабрика. Нам принесли проект, проект «Примерный чертеж». Еще никто не знал, как он будет точно любить. Но остальное уже доделывали сами. Это дракон первый. Все старались, конечно, и обивщики, и столяра. На фабрике разработали конструкцию и сделали спортивный снаряд узнаваемым, приделав ему голову и хвост мифического персонажа. Сначала дракона попытались поставить на полозья тканьков, но соленый лед мягкий, поэтому пришлось менять их на горные лыжи. Такой болид, хоть и всего лишь зимняя забава, но помогает начинающим гребцам понять технику. На воде, когда мы говорим, что мы должны синхронно зацепиться и выкатить из-под себя лодку, там люди не совсем это чувствуют. А здесь, если не попали в так чуть-чуть, все, дракон стоит на месте. Только вместе зацепившись, можно выкатить из-под себя снаряд спортивный. Пика впервые. Очень интересно, захватывает. Силу нужно применить спиной, двигать. Несмотря на то, что холодно, он просто клево. Минус 20 и бриз – не повод отменять тренировки. Бороздить морские просторы грибцы готовы в любую погоду. А с появлением нового оборудования и зима теперь им не помеха. Юлия Кут, ССИТВ при содействии ГТРК «Владивосток». Таковы главные новости по версии журналистов телеканала ССИТВ «Русский» и наших коллег. Оставайтесь с нами, впереди вас ждут подробности. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова